Здравствуйте, уважаемые зрители канала Заметки Нумизмата! Многие уже спрашивали многократно, когда наконец-то мы будем подводить итоги конкурсов прошедших, второго и третьего конкурса, объявленные мной, и срок этот подошел. Однако начинать я буду на не совсем приятной ноте, но это важно для того, чтобы дальнейшие наши конкурсы уже прошли на другом уровне. В условиях конкурса я специально оговаривал с самого первого, проводимого нами, ответы надо присылать исключительно на электронную почту, указанную после расширения ролика. При нажатии на надпись еще вы можете увидеть все исходные данные канала, в том числе адрес электронной почты. Так как были жалобы, связанные с тем, что ответы часто не доходят, мы учли это и действительно увидели, что от многих написавших никакого ответа так и не пришло. Добавили еще один адрес на Яндекс.ру, куда теперь я и предлагаю вам отправлять свои ответы во избежание уже ошибок или не прохождение электронной почты. Если же вы даете свои ответы, как случилось неоднократно, непосредственно в обсуждении роликов, вы же сами прекрасно понимаете, что на этом месте можно обсуждение заканчивать. Так как правильный ответ чаще всего очевиден, и другие участники теряют интерес. Поэтому давайте еще раз договоримся, что свои ответы вы присылаете исключительно на электронную почту. Если же по какой-то причине ваш ответ сразу не приходит, пытайтесь связаться с каналом и указать, когда вы свой ответ присылали. И вот по второму нашему конкурсу произошла такая ситуация, что действительно из всех участников дошел лишь один ответ, да и то после истечения времени конкурса. Остальные, значит, каким-то образом затерялись. И также ответы были размещены непосредственно в обсуждении ролика, что является, конечно же, нарушением базовых условий. Приняли решение, что по данному конкурсу мы не объявляем победителя, но мы, конечно же, обязаны озвучить правильный ответ. Вопрос звучал так. В 1883 году император Александр Александрович был коронован в мае месяце. И вот с какой датой после коронования Александра Третьего до конца его правления было выпущено наибольшее число номиналов золотых монет, выпущенных в Российской империи. Такой датой является 1891 год. Были выпущены небольшими тиражами монеты империал 10 рублей, полуимпериал 5 рублей и 20 марок для русской Финляндии и Великого княжества финского состава Российской империи. Таким образом, после коронования Александра Третьего этот год рекордсмен по количеству номиналов. Их три. Будьте, пожалуйста, внимательны, когда вы даете ответы на наши конкурсы, обязательно направляйте ответы исключительно по электронной почте. Желаю вам удачи при участии в других конкурсах, объявленных нашим каналом. Смотрите канал. До свидания.